С самого утра город готовится к празднованию Великого Дня. Дня, с которого в далеком 45-м началась жизнь без войны. Традиционно главную площадь города подготавливают к празднику. Совсем скоро здесь начнутся народные гуляния. Перекрывают центральные дороги, ставят развлекательные и торговые точки. Для детей развернули большую надувную горку. Празднование Дня Победы в Латкарине для школьников и юноармейцев традиционно началось с возложения цветов к памятным мемориалам героев войны. Ребята вместе с ветеранами, учителями администрации города почтили память Степана Базяева, кавалера Ордена Славы Трех Степеней, Федора Сафонова, геройски погибшего во время войны, и Валерия Качкарева, воевавшего в Афганистане и посмертно награжденным Орденом Красной Звезды. Также делегации возложили цветы к памятникам неизвестного солдата и звезде израненной. В это время в рамках Дня Победы по всему городу прошли спортивные мероприятия. На стадионе пятой школы состоялся футбольный турнир среди юношеских команд города. Победу одержали спортсмены 2009 года «Красные». После юношеских соревнований за победу в турнире соревновались уже ветераны футбола. В Центральном парке «Декамир» состоялся турнир по стритболу среди воспитанников спортивного комплекса «Кристалл» и традиционный турнир по шахматам. Также в рамках торжественного мероприятия в Центре города готовилась спортивная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы для учащихся образовательных учреждений города Латкарина. Лучшие марафонцы города боролись за звание победителей. По итогам эстафеты лучшей оказалась команда учащихся гимназии номер 7. Мне понравилась эстафета, мы заняли первое место. В прошлом году заняли второе, но в этом году мы потренировались и заняли первое. Как считаешь, хорошо ли, что проводят такие эстафеты? Я думаю, что да, потому что эта эстафета собирает очень многих людей вместе, и они вместе борются за победу. Тем временем завершилась подготовка главной сцены. На площади уже играют военные песни. Для торжественного парада осталось несколько часов. Жители города собрались возле первой гимназии для праздничного шествия. Сотни латкаринцев пришли почтить память героев войны. Тех, кто не дошел до Дня Победы. Тех, кто навсегда останется на этих портретах и в наших сердцах. В моей семье есть герои семьи. Это Горбачев Иван Алексеевич. Он дошел до Берлина, и я очень горжусь им. Я его очень сильно люблю и всегда помню о нем. Мой дед служил рядовым в железнодорожных войсках. И он дошел до Германии, до Восточной Пруссии, до Кенигсберга. Потом, когда они победили немцев, моего деда переправили к японцам. Но остановили под Омском, сказав, что война полностью закончилась. Я очень горжусь своим дедушкой. Он достойно прошел войну. Им очень была тяжелая судьба у всех, кто воевал. Он умер, ему было 83 года. Он прошел всю войну? Прошел всю, кончил ханкинголом с Японией. Понимаете, вот как. Он прошел весь путь солдатами. Праздник памяти. Это благодарность. Это ощущение какой-то благодарности к старикам, к военнослужащим, к сегодняшним военнослужащим, которые служат, защищают нашу Родину. О Великой Победе надо помнить каждый день, а не только 9 мая. И чтить ветеранов каждый раз, когда мы их встречаем и видим на улице. Колонна растянулась от улицы Первомайской до Советской. Буквально через несколько минут бессмертный полк двинется к центральной площади города, чтобы отпраздновать 73-ю годовщину Великой Победы. Ровно в 15.00 началась официальная часть праздника. Колонна бессмертного полка появилась на Латкаринской Красной площади. Вознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Парад Победы. Первыми в колонии идут ученики общеобразовательных учреждений города, педагоги и школьники вместе со своими родителями. В акции принял участие и глава города Евгений Серегин. Учащиеся и жители города несут солдатские портреты своих отцов и дедов. Бессмертный полк – это гражданская инициатива по сохранению памяти о доблести и героизме народа. О каждом, кто не жалея жизни, воролся за освобождение Родины. Сегодня система образования нашего города – одна из лучших в регионе. В каждой школе уделяют особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Именно поэтому ребята с гордостью несут фотографии своих дедов и прадедов, боевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Поздравляем вас с праздником Победы! Ура! Поздравляем вас с праздником! Поздравляем вас с праздником! Поздравляем вас с праздником! Следом на площади появляются студенты городского колледжа и спортсмены. Приветствуем воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва. Среди воспитанников школы есть чемпионы России, Европы и мира. Поздравляем спортсменов с праздником Победы! Ура! Завершают шествия дети войны, рабочие городских предприятий и простые лыткаринцы, которые в этот день решили отдать дань памяти погибшим героям. На темных фото прадеды и деды, шагаем с ними рядом я и ты. Бессмертный полк под знаменем Победы идет к нам с безымянной высоты. Бессмертный полк под знаменем Победы идет к нам с безымянной высоты. Бессмертный полк под знаменем Победы идет к нам с безымянной высоты. Бессмертный полк под знаменем Победы идет к нам с безымянной высоты. В этом году вступает военный парад, посвященный празднику Победы. Парад продолжают встроенные колонны городских отрядов юноармии, военно-техника и военнослужащие преображенского полка. Вносится два символа России – знамя Победы и флаг Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова На площади мы приветствуем отряды юных армейцев общеобразовательных учреждений города. Задачей юноармейского движения является передача знаний и традиций воинской чести и славы России. Они – наша опора, наши защитники, наше будущее. Поздравляем вас с праздником Победы! Ура! На марше механизированная колонна. В колонне следует мотоцикл «Урал». Мотоциклы использовались во всех родах сукопутных войск в разведподразделениях танковых и механизированных соединений. ГАЗ-67В – советский военно-полноприводный легковой автомобиль. На завершающей стадии Великой Отечественной войны широко использовался как штабной разведывательный автомобиль. Легкий бронеавтомобиль БА-64 был принят на вооружение в мае 1942 года и предназначался для решения задач командирской разведки, управления боем и связи. Установка залпового огня «ГРАД». Советская реактивная система залпового огня предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, артиллерийских и минометных батарей. Бронированная разведывательно-дозорная машина использовалась советскими сухопутными воздушно-десантными войсками и морской пехотой. ЗИЛ-131 – легендарный армейский грузовик. Долгое время был одним из самых распространенных грузовиков советской армии. Его отличала легкость управления, хорошая маневренность, устойчивость движения. Военная машина «Вепрь» на колесной базе «ГАЗ-66». Машина спецназа – это полноприводный многоцелевой грузопассажирский автомобиль высокой проходимости. Станковые пулеметы «Максим» в годы Великой Отечественной войны – одни из наиболее мощных видов стрелкового автоматического оружия. «ГАЗ-66» – автомобиль представляет собой грузовой автомобиль повышенной проходимости. Приветствуем на площади мотоклуб «Вояджер». Мотоклуб регулярно представляет родной Лэткарина на фестивалях байк-клубов. Поздравляем вас с праздником Победы! Ура! На площади мы приветствуем участников клуба АТВ «Лэткарина Клаб». Клуб создан с целью развития и продвижения экстремальных видов спорта и здорового образа жизни. Поздравляем вас с праздником Победы! Ура! На марше аварийно-спасательная и пожарная техника МЧС России. В колонне следует «ВАЗ-Патриот» для доставки личного состава к месту чрезвычайной ситуации, а также аварийно-спасательного оборудования для организации штаба на месте чрезвычайной ситуации. Пожарная автоцистерна основного назначения на базе «Урал» применяется для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Боевой расчет 6 человек. Вывозимые огнетушащиеся вещества 3 тонны воды и 150 литров пенообразователя. Пожарная автолестница специального назначения на базе «Урал» применяется для эвакуации людей и тушения пожаров в зданиях повышенной этажности. Длина стрелы 52 метра, 16 этажей. Боевой расчет 3 человека. На площадь вступают спортсмены конно-спортивного комплекса «Созидатель». В первых сражениях Великой Отечественной войны казаки доказали свое превосходство над гитлеровскими войсками в тактической подвижности. Слава о подвигах казаков гремела по всем фронтам. Слава о подвигах казаков гремела по всем фронтам. Преображенского полка. Преображенский полк – уникальная воинская часть, решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля. Участию в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне. Несению службы у Вечного огня на могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Ты – от Чудских берегов до летяной колыбы. Все – это наша земля. Все – это мы. Весна 45-го года, как ждал тебя синий дунай. Заканчивается официальная часть открытия праздника творческим прологом. На площади появляются танцевальные коллективы и сводный хор. В Вене спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл наш солдат. Помнит Вена, Волгодаль, Вене и Дунай. О, светущий и поющий яркий бай. В их ревенце в русском пальце сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Дорогие лыдкаринцы, дорогие ветераны, от всей души поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Для нас это особенный праздник. Это мужество и героизм советских солдат. Напряженный тяжелый труд в тылу. Пройдут годы, но в наших сердцах сохранится память о подвиге наших прадедов, дедов и отцов. День Победы останется для нас символом гордости за тех, кто в самой тяжелой, жестокой, кровопролитной войне отстоял свободу и независимость Родины символом мужества, величия, силы духа и воли нашего народа. Мы горды тем, что славной военной летописи страны есть доля подвигов и наших земляков. Лыдкаринцы защищали Москву, участвовали в сражении под Курском, салютовали победе в Берлине. Лыдкаринцы ковали победу в тылу. На Лыдкаринском заводе оптического стекла изготавливались зенитные зеркальные отражатели, которые помогали обнаруживать немецкие самолеты, и наши отражатели участвовали в взятии Берлина. К сожалению, не все вернулись к мирной жизни, к своим родным. Война оставила свой страшный след практически в каждой семье. Поэтому ежегодно в День Великой Победы мы с глубокой памятью и благодарностью ко всем, кто не вернулся с полей войны и проявил личное мужество, приходим к городским мемориальным доскам имени Сафонова и Базяева, мемориал «Зерезда израненных солдат», на которых высечены имена всех лыдкаринцев, погибших в бою. И это дань уважения и напоминания нам, нашим детям о том, какой ценой заплатили они за то, чтобы мы могли спокойно трудиться. Радоваться мирной жизни, строить планы на будущее. С особыми словами признательности обращаюсь к ветеранам, которые на свои плечи взяли все тяготы войны. Благодарю вас за ваш труд, последние годы за все, что вы делаете на благо развития нашего города. Крепкого здоровья, долголетия вам. Год от года все меньше и меньше остается ветеранов. Поэтому наша память должна быть крепче, о всех недоживших до Дня Победы, до сегодняшнего дня. Все больше внимания заслуживают в нашей стране ныне живущие участники войны. Уважаемые лыдкаринцы, уважаемые ветераны, желаем вам, вашим близким, здоровья, счастья, благополучия. Пусть в наших домах будет взаимопонимание, согласие, домашнее тепло, уверенность в завтрашнем дне, ясное небо с Днем Великой Победы. Ура! Со сцены к собравшимся обращается глава города Лыдкарина Евгений Серегин, председатель Совета депутатов Василий Дерябин, председатель Совета ветеранов Владимир Иванов, благочинный церквей Люберецкого округа, священник Вячеслав Новак, заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Виктор Пугачев, заслуженный летчик России, полковник Сергей Рассказов и командир авианосца адмирал Кузнецов, контр-адмирал Александр Турилин. Дорогие ветераны, уважаемые жители города Лыдкарина, позвольте вас еще раз поздравить с этим замечательным, но, пожалуй, главным праздником для нашей страны. Наверное, этой победы, военной составляющей победы, и не было, если бы весь народ не поднялся на борьбу с врагом, если бы женщины, старики, дети, оставшиеся в тылу, день и ночь, действительно, отказываясь себе во всем, не обеспечивали фронт тем, что необходимо для победы. Смею вас заверить, что нынешнее поколение воинов, несущих службу воинскую, об этом помнит, равняется на наших ветеранов и прикладывает все силы для того, чтобы решать задачи достойно и эффективно. Недавно вернувшийся авианосец Кузнецов с похода по результатам решения поставленных боевых задач награжден боевым орденом, орденом Ушакова, что еще раз подтверждает то, что нынешние воины старательно и усердно несут службу для того, чтобы решить все поставленные задачи. Уверяю вас, что моряки и впредь себя щадить не будут и сделают так, чтобы никому и в голову не пришло затеять что-нибудь подобное. С праздником вас, дорогие! Ура! Следом почетные гости праздника отправились в городской парк. В это время на летней эстраде уже начался концерт. И, конечно же, полевая кухня и боевые 100 грамм. Здесь в непринужденной обстановке можно было пообщаться и послушать музыку. Латкарин и его руководство у нас давние дружеские связи. Тем более, что у вас здесь на территории находится испытательный центр наших двигателистов Тураева. И сегодня они как раз тоже присылают вам добрые пожелания и поздравления, поскольку на этой базе строятся самые мощные, самые надежные двигатели, которые стоят на самолетах Сухого. Этот день побед с каждым годом все лучше и лучше делается. Я пожелаю латкаринцам так активно участвовать, весело, хорошо дружить. Это все, так сказать, заслуга нашего мэра Евгения Викторовича Серегина. Он это все возглавляет. Ну и еще раз поздравляю всех ваших ветеранов, всех латкаринцев, всем, чтобы город расцветал, жил хорошей, активной жизнью, веселой, надежной. Ну и просто здоровой. Молодцы вы. Чистого неба, мирного неба, хорошего настроения и просто прекрасной погоды. Замечательный праздник, который сегодня здесь проходит, наверное, один из самых лучших. Самое теплое пожелание латкаринцам здоровья, чистого неба и процветания. Самый великий праздник нашего народа, именно всего нашего народа. И я хотел бы, чтобы люди не думали, что праздник только для ветеранов. И так оно и есть, потому что вот тут та акция сегодня бессмертного полка, которая прошла в Латкарине, когда несколько тысяч человек прошли с портретами своих участников войны, своих родных. Она говорит о том, что люди воспринимают это как праздник свой, личный. Это на многие века, это будет нашей традицией, которая будет сплачивать народ. Я хочу сказать, конечно, глубокие слова благодарности нашим ветеранам, нашим жителям за активное такое участие, за активную позицию в наших мероприятиях. Но, конечно, хочу поблагодарить наших гостей, наших уважаемых людей, героев России, героев Советского Союза. И Виктор Георгиевич, Николай Дмитриевич, Сергей Геннадьевич, Анатолий Васильевич, Александр Васильевич, Василий Васильевич за то, что они находят время приезжать к нам и поздравлять наших ветеранов. Дорогие ветераны, с праздником, с победой, ура! На летней эстраде почетные гости провели торжественную церемонию награждения. Грамотами главы города были награждены каратисты клуба ХАНО, которые защищают честь нашего города и государства на мировой арене. Они представляют наш город не только в Российской Федерации, но они ездят за рубеж, где побеждают, привозят золото, серебро, бронзу и очень часто звучит гимн России. Спасибо, ребята! Здесь же участникам парада лучшим активистам из юнормии вручили памятные медали. Мы традиционно с вами вот в нашем парке награждаемся выдающихся людей. В прошлом году мы награждали суворовцев, в этом году мы награждаем наших юнормейцев, которые представляют наш город Латкарина во всех военно-патриотических мероприятиях. В этом году группу юнормейцев возглавил впервые ученик 4-й гимназии Игорь Шарапов. Сегодня я действительно волновался немного больше, чем обычно, потому что такая прям должность командовать расчетом юнормейцев. Стоим после преображенского полка, и я чувствую, что сердце в груди бьется очень-очень быстро, и на сцене коленка слегка трясется. Ну, сегодня такой день, что я уже подросший, уже почти 18 лет. Я начал по-другому смотреть на вещи, и я стал понимать весь тот подвиг, который совершил наш народ, и гораздо сильнее теперь это трогает. Весь город был разделен на тематические блоки. Так, на ротонде с мастер-классом и развлекательной программой для детей выступил клуб «Самбиск». Основной концерт на главной площади города. По завершению официального открытия на сцену поднялись творческие коллективы Латкарина. Дом культуры, Центр молодежи, Детская музыкальная школа, Дворец культуры «Мир», Центр детского творчества «Искатель», Дом детского творчества, выступили студенты городского колледжа. Одним словом, лучшие творческие объединения развлекали горожан своими выдающимися способностями. Плавная концертная программа перешла к профессиональным артистам эстрады, по-настоящему зажег многотысячную толпу вокальный проект «Вива». Великолепная страна, своей свободою сильна. Я здесь родился и вырос, и буду жить всегда в России. Город мой родной, из-за друзей стою горой. Это мой дом, мне не нужен другой. Финальный аккорд – праздничный салют. Его традиционно объявляет глава города Евгений Серегин. Всех благодарю, жители. Вы молодцы, потому что вы всегда в боевом строю, вы всегда в активной позиции жизни, вы всегда приходите на праздники и поддерживаете нашу страну, нашего президента и наш город Латкарина. Лучший город страны и мира. Я вас всех поздравляю с Днем Победы. Ура! И небо над городом озарилось яркими огнями, громкие хлопки и взрывы красочного фейерверка, неформального символа 9 мая, как и в 45-м над Красной площадью под крики «Победа». Латкаринцы, не отрывая взгляда, смотрели вдаль на мирное небо и радовались каждому новому огоньку. Победы пороком пропад, это праздник с синевою на песках, это радость со слезами на глазах. Яна Ромашкина, Максим Морозов, Алексей Устинов, Александр Тестов, телеканал «Крипт». Поверь!